В украинском ЖЖ еще одно отличие от российского. Кроме того, что он не настолько и популярен, известен не является брендом, его не боятся чиновники пока. Немножко боятся. Когда меня останавливают гаишники и я говорю, что я блогер, то все сильно меняется, серьезно. Причем я не говорю, что я там топ, они не знают, кто такой вид, но все гаишники. Они вот дорожного контроля боятся страшно, а конечно блогер, блогер какая-то от дорожного контроля, но все-таки свое не будет повелом. Но, но, все-таки ЖЖ в Украине не так популярен, не так известен. И у нас уникальность совершенно. Только два типа блогов в ЖЖ украинском представлен достаточно полно, то есть занята ниша целиком. Первое, это разумеется копипастеры. Я в этом тоже виноват, потому что время создал на этом моду. Люди посмотрели, что у меня получилось, мы сделаем то же. И началось. То есть их до меня было прилично, но после меня стало просто какой-то манией, их и сейчас дофига, и поэтому сейчас ЖЖ Украина как-то копипастеров никак не поддерживает. То есть эти блоги пока не нуждаются в поддержке, мы только автором. Их действительно много, они себя хорошо чувствуют. Второй тип блогов, которых очень много в Украине, это фотоблогеры. Я думаю, это связано с тем, что вы знаете, кто купил зеркалку, тот уже фотограф. Реальных, хороших, толковых фотоблогеров, их всегда мало. Но по именам можно Чабана вспомнить, да? Того же Холли Моцарта, все-таки фотки-то у меня неплохие. Вот. И вот Аквадрик Филипс, например, да? Тоже знаете. Можно еще писать. Есть менее известные, но хороших мастеров этого дела, в принципе, хватает. Все остальные ниши не заняты. У нас не хватает хороших эсэистов, которые бы писали, как Слава, тот же. У нас нет своего Темы, скандального дизайнера или еще кого-либо. А нет своего Навального. Он тут не родился до сих пор. Мне, правда, многие, как говорят, знающие люди, да, со связями, утверждают, что у нас такого быть не может. Потому что, извините, у них там власти чекисты, которые, конечно же, товарищи недобрые, но все. А у нас уголовники. А у нас уголовники. Потому что шансов, что нашего Навального на третьем посту обрезком трубы по голове стукнут, у нас гораздо больше, чем в России. Там Навальный, видите, пытается засудить. Это же чекисты. Вот. Зайти какой-то отпущачный, прицепиться, засудить, посадить, Ходорковых его не убили, правильно, вас посадили. Это методика Путина. У нас, как вы видите, эти все рейдеры, вся эта хрена тень, это наш метод. Ну извините, Зайк, президент, что еще может быть в этой стране? А Данилюк, блогер? Данилюк. Не знаю, что Данилюк. Ну, свильно справа. Ну, вот он ведет блок на корреспондент нет. А таким главным недостатком, что он ведет на корреспондент нет. Я уже приведу пример Навального, который, если бы ввел блок на Эхе, было бы то же самое, что у Данилюка на корреспонденте, то никому неизвестен на свободу. Узкие количество людей, которые интересуются темой, они его знают. У нас есть такие звезды, которые, опять-таки, не выходят из своей ниши. Тот же Мустафан Аем, Лещенко или Ворда Данилюк. Я к чему? Но вот именно в ЖЖ своего Навального нет. Ниша не занята. Его нет, и на самом деле уже топовые блогеры не уходили в другие соцсети. Их нет там тоже. Там сейчас нет звезд. Ну, и благодаря ограничениям соцсетей в том числе. Не только технически, типа, сложный пост нельзя взять. Я в Фейсбуке не жилет все-таки. Я не знаю, всех его правил. Но я, например, знаю, что там есть ограничение по количеству людей, которые увидят твою публикацию. Формула такая. Чем тебе больше надо? Да. Ты запостил и ждать, твой пост видит, что там 20 процентов. 30. 30 процентов твоих подписчиков. Остальные не видят. Что бы увидели, нужно заплатить. Если бы такое ввел ЖЖ. Вы представляете, какой срач поднялся бы просто? Это может подняться. Наоборот, мы поможем, чтобы вас читать. Таких ограничений, кстати, в Фейсбуке прилично. До недавнего времени нельзя было иметь больше 5000 френдов, да? Да, оно и есть, но можно иметь подписчиков. Да. Я уже не знаю, в чем там разница. Это если ты сделаешь не личную страничку, а какой-то... Нет, нет. Смотрите. А просто получается, если ты подписчик за френдов, то подписчик уходит. То есть там связь такая, подписчик. Понял. Ну, несмотря на... Они подписчикам пошли как бы как в ЖЖ. Первоначально подписчиков не было вообще. Были только френды, как в ЖЖ. Потом ввели подписчиков, потому что появились топовые аккаунты celebrities, в том числе и украинские, в которых там люди добавляются, добавляются, добавляются. Вот их доходит до граничного числа 5000. Человек не может больше никого себе добавить, друзья. Соответственно, появилась опция подписаться. И даже не все знали о том, что это у тебя появилось, потому что ее написали в антибиотичной версии интерфейса. Даже если бы написали, некоторые вещи входят в концепцию изначально и живут, а некоторые потом не становятся форматом. Так же, как со сложным. В Фейсбуке я видел, мне показывали, можешь сделать какой-то как бы пост, в котором текст, ролик, еще что-то. Или это мне в ВКонтакте показывали. То есть механизм есть, но не пользуйся, потому что это не прижилось. Кстати, Олег Барбин рассказывал, по-моему, полгода назад, что в ЖЖ как-то, то есть и друзья и подписчики, разделить как-то, чтобы можно было подписываться на блог, чтобы читать его, иметь друзей, как там друзья-френды в ЖЖ, не будет ни такого ничего? Мне он такого ничего не говорил, поэтому даже не знаю. Вроде механизм работает неплохо, зачем делить? А ничего нет. Если твой френд и не взаимный, все равно учитывается. У меня, соответственно, я запрендил 2 с чем-то тысячи человек, а меня 30. То есть это нормально работает, нет повода обязательно делить. Но масты, они что-то другое, предлагают объяснение этому. Если я узнаю, я с удовольствием распространю эту информацию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова